Кишечник, ну иначе просто будет возвращаться в пищевод пищи, вам будет некомфортно это. Так, у нас две минутки, можно ли утяжелить или чтобы было тяжелее было? Смотрите, я на самом деле, я занимаюсь без утяжелителей, и если вы новичок и давно не тренировались, начните, сделайте без утяжелителей. Во-первых, самое главное, что нам нужно? Нам нужно наработать технику выполнения упражнений, а потом уже добавлять. Потому что вы понавешиваете себе вес, делаете неправильно по технике, не работают мышцы, напряжение только в области сустава, связок, мышца отключена. Тем более, или работает не та, на которую мы вообще упор делали. Если вы продвинутый пользователь, с техникой у вас все хорошо, то пожалуйста. Если на следующий день болят мышцы, после тренировки лучше сделать тренировку или пропустить. У вас не может болеть все мышцы, да? Болят ягодицы, но потренируйте там руки. Итак, чередуйте, мышцы чередуйте просто. Доброе утро, кто присоединяется. У нас осталась минутка. Я комментарии выключать не буду, я буду делать так, чтобы вы меня все равно видеть будете. Потом вы можете сами отключить у себя комментарии. Доброе утро, мои хорошие. Значит, ну что, в принципе, мы уже, нам осталась одна минута, и мы начинаем, как всегда, с разминки. И будем работать с внутренней поверхностью бедра сегодня, девочки. Уменьшать ее. Но не забываем о том, что ваша жировая прослойка в области внутренней, внешней поверхности бедра, рука, животе, это в первую очередь ваше питание. Мы можем с вами тренироваться хоть каждый день. Вперед. Раз, два, три. Не прогибаемся в пояснице, наклониться вперед, пятку не отрываем, поменяли. Можно сегодня босиком тренироваться. Вперед опять корпусом. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ноги широко поставили, опустились на голень, руками вперед затянулись. Круглая стена, поднимаемся вверх, плечи от себя назад, потянулись вверх. Хорошо. Вниз, плечах не проваливаются. Прогнуться в пояснице, пусть сама проваливается, не прогибайтесь. Специально не прогибайтесь. И вверх. Опять. Хорошо. Вниз опустились еще разочек. Широко поставьте коленочки в сторону, прям разведите, чтобы вы могли провалиться грудным отделом вниз. Потянулись ручками вперед. И вверх. Опять. Поднимись, круглая спина. Не прячем шею от себя. Освободите, то есть плечами не закрывайте шею. И локтик в сторону, как будто разорвать хотим коврик. Не разворачиваем плечо внешне, да, внутренней стороной. Вверх, круглая спина. И вниз опустились еще раз. Потянулись. Хорошо. Молодцы. Значит, ложимся мы с вами на мягкую часть. По диагонали у нас 45 градусов смотрит ножка. Корпусом не проваливаемся, а оттолкнуться прямо. И вверх поднимаем ногу вниз. То есть не перед парвалельно, да, стене, а чуть-чуть на мягкую часть завалиться, чтобы внутренняя часть бедра работала именно. И вверх. При этом посмотрите, как плечо, да. Опа, оттолкнуться, корпус ровно. Выдох, вдох, вверх, выдох. Раз, два, три. Насколько чуть натянуть, ножка прямая. Можно за ногу, которая согнута, держаться. Вверх, выдох, корпус ровный. Выдох, не сутулимся. Грудь вперед, ровная поясница. Выдох, вдох, выдох. Раз, два, три. Вверх, выдох. На три счета вниз, медленно опускаем. Вверх активно к себе. Раз, два, три. Выдох, вдох. Вверх, выдох. Раз, два, три. Выдох, вдох. Не проваливаемся в плече. Держим, оттолкнулись. Вверх, выдох. Корпус ровный, железно стоит. Выдох. Хорошо, поменяли ножку. Посмотрите положение, девочки. Потому что вот это вот бесполезная игра. Кривая колено, кривая ты. Встали. Ровно вытянулись в пояснице. Вытянулись. От плеча оттолкнулись на все предплечье опора. Поехали. Вверх, ножка прямая. На три счета вниз. Раз, два, три. На мягкую часть опустили. Не на бедро, не на ребро, тазовый, да? Костя, а на мягкую часть. И выдох. Смотрите, какая ножка натянута. Вдох, выдох. Три счета вниз. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три. Вверх, выдох. Не задерживаем дыхание. Дышим равномерно. И в плечах не проваливаемся. Выдох, вдох. Красиво делаем. Как в гимнастике. Вдох, выдох. Спина ровная, живот ровный. Вверх, выдох. Не сутулимся. Вдох, вверх, выдох. Раз, два, три. Ручкой можно придерживаться. Выдох. Вдох. Вверх, выдох. Раз, два, три. Выдох. Вдох. Корпус ровный. Не проваливаемся. Поправили себя. Не спешите. Вдох надо успеть сделать. Поэтому медленно опускать. Вверх быстро. Под вдох, выдох делайте. Вот это вот махание. Мух гоняй. Гонение. Нам не нужно. Нам надо. Легли на поясницу. Положили руки под копчик. Подняли ножки. И вниз, вверх, в сторону. Раз, два. Медленно разводим в стороны. Свели. Раз, два. Когда подняли вверх, напрягивайте переднюю поверхность бедра. Руки положите под копчик, чтобы у вас спинка не погибалась в пояснице. И поехали. Вниз, вверх, в стороны. Раз, два. Медленно в стороны. Свели. Не бросаем ноги в рот. В стороны аккуратненько. Свели. Раз, два. В стороны. Три, четыре. Вниз. Вверх, натянула. Раз, два. Три, четыре. Ровные коленочки. В стороны. Хорошо. Носочек натянули, вытянулись. Красивенько. Раз, два. Вниз. И раз, два. Три, четыре. В стороны. Хорошо. Раз, два. В сторону. Отлично. Молодцы. Положили правую ножку на колено левой ноги. Обхватили при этом ведро левым. Подтянули к себе. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Опустили. Поменяли. Левую ногу на правую положили. К себе. Подтянули. Раз, два. Три. Потянули. Потянули. Отлично. К себе правое колено. Опустили. Слева нога ровная. Прямо. Поменяем левую ножку к себе. Правую выпрямили. Хорошо. Через сторону поднимаемся. Попить воды. Легли на бок. Ровный корпус. Плечо. Ведь плечи у вас в одной плоскости. Оттолкнулись. Легли на мягкую часть. На ягодичку. Выдох. И на три. Еще одна вниз. Раз, два, три. Вверх. Выдох. Раз, два, три. Выдох. Не проваливаемся в плече. Корпус ровный. Красивый. Выдох. Вдох. Если мы будем быстро делать, вы не успеете сделать вдох-выдох. Поэтому мы делаем выдох. Раз, два, три. Вдох. Вдох. Не опускаем на пол. Не бросаем ногу. Держим все время на весу. И при этом живот и корпус не круглый. Поясница ровная. Выдох. Раз, два, три. Выдох. Вдох. Натянули ногу. Переднюю поверхность бедра. Выдох. Вдох. Вверх. Выдох. Раз, два, три. Десять секунд осталось. Выдох. Вверху. Вдох. Раз, два, три. Выдох. Вдох. Ай-яй-яй-яй. Прям зажгло у меня. Девчонки, ножку прям натянуть надо, чтобы в напряжении была передняя поверхность бедра. Это большая мышца. Она внутренне у нас и задействует. То есть она четырехглавая. Четыре у нее тут таких. Повернулись. Не проваливаться. Не вот легли, не маршрутом. Да? Оттопнуть. Ровная я. Да? Предплечье развернуть на меня. Посмотрите. Не под себя подкладываем, а в сторону. Выдох. Вдох. Вверх. Выдох. Раз, два, три. Корпус поднять. Кажется, ну элементарное упражнение. Я сто раз видела. Как только начнете делать правильно, прям хорошо чувствуете. Напрягли. Выдянули ногу. Напрягли четырехглавую. Выдох. Вдох. Медленно. Вверх. Выдох. Вдох. Без натуживания. Дышим, дышим. И внимательно же делаешь корпус. Провалился корпус. Все. Ничего ты не делаешь. Выдох. Ух, аняч. Нам надо мышцы напрячь, корпус ровный. Выдох. 15 секунд осталось. Раз, два, три. Медленно. Не бросаем на пол. Ножка стоит. Вдох. Вверх. Выдох. Раз, два, три. Плечо поправили. Выдох. Молодцы. Положили руки, положили, скрестили друг на дружку. И положили под крестец, под копчик. Убеси меня. Поехали. До. Выпрямили, натянули ножки. Стороны. Вниз. Вверх. Три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Стороны. Четыре. Вниз. Вверх. Стороны. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Стороны. Натянули ноги. Прямая ножка вверх. И в стороны медленно опускаем. Не бросайте в стороны. Натяните. Натяжение. Мышца стальная. Не просто согнутая нога куда-то там полетела. А натяжение ножка. Стороны. И вниз. Вверх. Стороны. Отлично. Отлично. До конца доработать. Отлично. Вниз. Вверх. Пять секунд осталось. И вниз. Вверх. Стороны. Молодцы. Закончили. Через сторону. Поднимаемся. Водички попили. Вверх. Подвернули. Встали на коленочек. Подвернули так. Сторону ногу на пятку. Развернуть немножко корпусом к пятке. И вниз. Опуститься на бедро. На голень. На пятку. Вверх. Поменяли. На пятку. Развернуть. И назад. На пятку. На пятку натянуть. И себе опуститься над бедром. Ай, хорошо. Ровненько. Поехали на плечу круг. Отлично. Легли. Ровный корпус. Красиво я лежу на плечу. Ножку натянули. Красиво корпус. Вверх. Выдох. Раз. Два. Три. Вверх. Выдох. Раз. Два. Три. Не проваливаемся в плече. Оттолкну. Посмотрите, как не к себе руку. Разверните от себя. Выдох. Вдох. Корпус ровный. Выдох. Раз. Смотри. Натянутая нога. Носочек вытянутый. Как балеринка. Выдох. На усилие. Вдох. Не сгибайте. Без вот этого движения корпус зафиксирован. Работает только нога. Вдох. Выдох. Вдох. 20 секунд осталось. Вниз. Вверх. Выдох. Раз. Два. Три. Вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Не проваливаемся в плече. Зафиксировали. Где корпус? Да. Надо где-то корпус. Где-то ногу. Все. Включаем. Голову включаем. Выдох. Вдох. Вверх. Выдох. Вдох. Молодцы. Поменяли. Пьем водичку. Не забываем. Зафиксировали корпус. Первое. Все. Железно стоит корпус. Теперь положили на мягкую часть ягодицу. Вверх. Выдох. Ножка натянута. На три счета вниз. Один вверх. Раз. Два. Три. Вверх. Выдох. Раз. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Выдох. Ровная нога. Колено не сгибаем. Выдох. Раз. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Коленочка с коленом. Выдох. На усилие. Выдох. Вдох. Корбом держу. Клеча не проваливаюсь. Выдох. Вдох. Тридцать секунд достал. Вдох. Раз. Два. Три. Выдох. Раз. Два. Три. Выдох. Натянутая колена. Вдох. Выдох. В плечах поправили, корпус ровный, красиво. Хорошо, молодцы. 10 секунд осталось. Раз, два, три. Выдох. Раз, два, три. Ай, хорошо, выдох. Ай, я за ноги не зажду. Легли на поясницу. Руки положили под крестец и копчик. Следим за поясницей, чтобы она была ровная. Выпрямляем ножки. Ножки натянуты. Наближение к передней поверхности. В стороны. Вниз. Ко мне. Со мной подсчет делаем. Вверх. А теперь на три счета разводим. Раз, два, три. Соединили. Вниз. Вверх. В стороны на три счета. Раз, два, три. Соединили. Вниз. Натянули ножки. Ровные, прямые. Раз, два, три. Соединили. Вниз. Вверх. 1, 2, 3, 4, вниз, вверх ровный, 1, 2, 3, соединили, вниз, 1, 2, 3, соединили, и вниз, вверх, 1, 2, 3, поясница ровная, не прогибаемся в пояснице, следим где, положите выше, значит, 1, 2, 3, вниз, следим за поясницей, чтобы у нас внутренняя поверхность проработала, а не на поясницу напряжения, ай, молодцы, хорошо, правую ногу обняли, левую выпрямили, 1, 2, 3, 4, 5, поменяли левую ножку к себе, правую выпрямили, 1, 2, 3, 4, 5, обняли ноги, обе в замочек руки, и выталкиваем себя вверх, вниз, вверх выталкиваем, вниз, лопаточки развести от позвоночника, легли, согнули ноги, поясница, легли, положили, ручки вверх подняли, потрясли руками, хорошо, прям, фонарики, вдох, выдох, через сторону поднимаемся, держите 5, вот это мы сделали, вот это мы дали жару, да, ну, вообще, просто, у меня еще до этого была тренировка, и я летаю, я в раю, в общем, да, кто не успел, конечно, эфир я оставлю, не переживайте, а 5 марта я приглашаю вас, будем кайфовать, по 40 почти минут, у нас тренировка 35-40 минут длится в марафоне, давайте, ух, мы сегодня, знаете, что у меня сегодня отчетный день в марафоне, я же принимаю их результаты, кайфую, и для меня это очень важный день, да, и плюс у нас сегодня те, кто марафон проходит, они могут присоединиться потом в клуб закрытый, вот, в этом месяце, в марте у меня будет объединение такое, девочки из клуба, из марафона, они будут, у них, у меня будет 2 телефона, 2 прямых эфира, да, девчонки из клуба, из марафона будут делать одинаковые тренировки без инвентаря, но в клубе еще там тренировки с фитнес-резинками, путаю, путаю, запутать хочу, ну, в общем, и вот я сейчас, сегодня мы закончили 15-ю тренировку в клубе, кайфанули просто, я, вот, вот после тренировки какое должно быть ощущение, а не то, что я пошла, все болит, а, вот это раздражение, злость, усталость, да, усталость, она такая приятная, такая обволакивающая тебя, улыбка с лица не сходит, тебе хорошо, вот эта тренировка прошла, вот кайф, я еще к вам пришла потренироваться с такой же энергией, я вспотела, ну, конечно же, я рада, отлично, отлично, молодцы, хочу еще, мало, да, отлично, просто замечательно, супер, супер, я успел на работе прослушать, вечер обязательно сделаю, сделайте, потому что иногда, девчонки, тренировки, которые мы делаем, кажутся внешне очень легкими, я, знаете, все упражнения, я их уже делала, да ну ерунда, а когда ты начинаешь поистину правильно делать, это первое, да, и упражнения, которые казались нам достаточно легкие, они, оказывается, не такие-то и легкие, это первое, и потом в сочетании некоторые упражнения дают вот эффект, что ты раз, и уже, ну, я мокрая, вспотела, вот, открывайте окна, на тренировке кислорода должно быть много, открывайте, дышите, сжигайте тем самым жиры, потому что жиры горят в огне кислорода, так, после тренировки, почему делаю тренировки из марафона и почему-то не потею, из марафона, который, смотрите, пот не является показателем эффективности тренировки, с меня не течет градом, ну, вот, ну, вот, что-то я тут вспотела, да, это не значит, что моя тренировка была неэффективна, эффективность тренировки, это ваш результат до и после, если вы не вспотели тренировки, ну, отлично, значит, это может говорить о том, что достаточно прохладное помещение, вода и пот, это терморегулятор, то есть вот у меня достаточно сейчас жар, ну, душно, потому что поменялась температура на улице, дом еще не совсем остыл, я, конечно, активнее потею, но в целом меня вообще заставить попотеть очень сложно, я в бане, все уже сидят, там, стекают с них, с меня нет, так устроен мой организм, такая терморегуляция у меня, это не значит, что вы плохо тренировались, эффективность тренировки показывает о том, что вы чувствуете свое тело лучше, вы чувствуете, что есть мышцы, не обязательно они должны болеть неутомимо, там, да, чтобы так, что ты не сесть, не встать, ничего не можешь, поэтому не обязательно. Я на вас запала, Катя, я рада этому, с вами заряжаюсь как батарейка, отлично, супер, этого именно, этого, девчонки, я и хочу, чтобы вы, вообще моя задача вам объяснить, что, смотрите, вот сегодня мне как раз девчонки в отчеты присылают в марафоне, и оттуда такое модное слово вайп о том, что, а что можно было так тренироваться, а что можно было вот так кушать, ну, то есть не надо убиваться на тренировке, не надо, вот у меня мурашки, я говорю вам, у меня мурашки, то есть не надо что умирать, не надо тренироваться по полтора часа, и есть результат, там, минус 4 килограмма, кто-то там, 3 килограмма, полтора, ну, то есть у каждого свой результат, да, и они, ну, как бы, они вписывают в свою обычную, привычную им жизнь, они вписывают вот эти вот занятия, да, они наоборот, так, теперь я тренируюсь, и давай всю перелопатим всю мою жизнь, да, все сверх на голову, конечно, тебе лень и мотивации нет, потому что ты думаешь, боже, а как я все это осилю, а оно, кажется, вот, можно все не без напряжения, вот так вот свободно, спокойно, оттренировались, 35 минут у нас тренировка, оттренировались, и свободно ты пошла, еще быстро в душу успела сделать антицеллюлитный массаж, и на работу полетела там, или с детьми начала что-то делать, мышцы хорошо чувствуются, это самое главное, это самое главное, поэтому, Женечка, не переживайте, самое главное, это ваш результат, потейте вы, не потейте, я тоже потею крайне, ну, как бы, и не сильно, я говорю, есть девчонки, вот, кто сейчас на марафоне, они видят записи тренировок, и там, если посмотреть, я делаю тренировку, ну, то есть, я и показываю, и так же с девочками, мы там в параллель, участницы марафонов, и девчонки делали со мной вместе тренировку, мы записи вели, с них просто, вот они стоят, с них капает, капает, я стою нормально, ну, это не знаю, потому что это и от подготовленности вашей, и от вашего термообмена. Очень хорошо слегка пропотела в районе спины, но в теле легкость. Это самое главное, девчонки вообще за то, чтобы легкость и комфорт вы оставались, а не того, что ты потом ни ногой на следующий день не встать, ни по лестнице подняться, пописать неудобно. Поверьте мне, мы на тренировку прорабатываем все мышцы, вы их чувствуете. Девчонки часто мне пишут, теперь я знаю, откуда ноги растут, да, то есть, я знаю, где пресс, я где знаю спину, такая там, вот в положении спины, позвоночника, другое. Второй день тренируюсь, пока малыш Машу Медведя смотрит, мне очень нравится. Вот это самое главное, это вот тоже я для чего эти 15 минутки провожу. Такое тоже часто читаю, что да, то есть, смотрите, вдруг как начать тренироваться, ты как представишь, что тебе сейчас пойти на марафон и там тренироваться по часу-полтора, да, ну, как часто бывает на марафонах, и ты думаешь, как, куда, у меня вот тут вот 15 минут есть тут, пока он смотрит мультики. Вот вам, пожалуйста, выход из ситуации, начните с 15 минут, дайте организму адаптироваться, привыкнуть, понять, прочувствовать, понять, как технику делать. Это и есть самое главное. Вот именно, 4-5 дней, а потом отходите, да, от одной тренировки, и получается эффективность тренировки. Смотрите, когда у вас перетренированность, и вы там 4-5 дней отходите от этой тренировки, да, я вообще считаю, это непрофессионально, если вас потренировал там профессиональный тренер, и вы потом 4-5 дней не можете ходить, да, то есть он неправильно распределил вам нагрузку, мало того, что ты не можешь тренироваться, у тебя все болит, уровень кортизола высокий, ты отекаешь, никакой, о каком результате можно, да, речь, регулярности тренировок у тебя не получится, а потом ты вообще все это забросишь, потому что будешь думать, о боже, все потом болеть, а мне, если я с ребенком не мелкого, таскай, готовь, тут убирайся, помыть полы попу уже кверху не станешь, уж все болит, а нам надо, да, нам надо, а еще и муж по попе ударил, ты ааа, не трогай меня, ну как ему мужу понравится, да. Так, сделала первую тренировку из марафона, у тебя не болит немного шея, это нормально или я неправильно, не знаю, что значит. Смотрите, очень часто вы привязываете свои там болевые ощущения с тренировкой, возможно, это так совпало с тренировкой, потом мы ничего на шею не делаем, если вы технически, девочки, так как я рядом с вами, вы послушайте, как я трендычу на тренировке, для чего я все это так много говорю, для того, чтобы вы технически правильно делали, не спешите, не торопитесь, может делали пресс, напрягали шею, хотя надо работать от ребер, да, потому что пресс, мышцы, вот они крепятся к ребрам, а не к шее, вы шею тянетесь, вот, а потом, может быть, это продуло, ты вспотела, пошла там, тут открыто окно, у тебя продуло, может, с этим связано, почему так делать, очень аккуратно себя ведите на тренировку, вы классные, спасибо большое, вот мой малыш на мне сидит, мы приспособились. Получается правильно делать упражнение в втором, третьем круге, ну и не спешите, не торопитесь, сейчас я закончу, ты мне покажешь, мне осталось буквально 5 минуточек, спасибо. Да мне 38 лет, что вы, да это хороший фильтр тут, вот они все мои морщины, у меня очень подвижная мимика. Да, запись марафона, я должна была представить, что вода может быть такой вкусной, вода может быть такой вкусной, вот кто говорил, я не могу пить воду, вон она, Женя пишет вам, представьте себе, что потом вы будете к воде по-другому относиться, она вкусная. Так, все, девчонки, я убегаю, я приглашаю вас на марафон, который стартует у нас уже 5 марта, осталась ровно неделя, 5 марта уже будет первый прямой эфир про фитнес-математику, про то, как научиться считать свои нормы белков, жиров, углеводов. Девочки заранее получают материалы, уже половины, больше половины, больше из них, половины, прислали свои отчеты, расчеты, я их проверила, они начали кушать по своим нормам, получили меню, получили антицеллюлитный чек-лист, могут уже начинать делать процедуры домашние, антицеллюлитные. Тренировки, подготовительные тренировки получили в нашей группе, в закрытой, в которой они присоединяются. Есть тренировки, в которых можно уже начинать тренироваться, а с восьмого начнем новый цикл, новые тренировки. Я тоже привыкла. Можно ли кушать тренировки? Нужно, тем более, если вы не завтракали. Прямо сейчас душ и кушать сразу же, обязательно. Я вот тоже бегу кушать. Я перекусила, но не покушала полноценно. Сейчас пойду кушать. Вода это священная, это точно. Все, хорошего вам дня, приглашаю вас на тренировки. Марафон стоит тысячу рублей. Девчонки, записываемся, пятого уже стартуем. Вы можете или здесь на 15 минутках готовиться, либо в марафоне в закрытой группе. Там уже есть тренировки, уже девчонки начали питаться. Мне сегодня пришло сообщение о том, что девочка за месяц подготовки, потому что марафон начался, продажи начались месяц назад, уже минус 4 килограмма. За месяц, а еще марафон не начался. Да, потому что пересчитала, потому что стала пить воду, потому что начала делать тренировки из группы. 4 килограмма. Представляете? А это мы еще, при том, что она говорит, я еще не посчитала КБЖУ, я хочу прямо с марафона начать КБЖУ, она не посчитала, но убрала там сахар где-то мучной, начала вот как-то так хотя бы с продуктами почище и 4 килограмма за месяц. И вот кто меня спрашивает, сколько возможно? Членки, 2-5 килограмма за марафон мы сбрасываем, но все зависит от ваших целей. Есть девочки, которые приходят, у них нет цели убрать вес. У них есть цель подтянуться, чувствовать себя бодрой, почувствовать свою мускулатуру, да, вот эту упругость в теле. И это такая цель тоже, ну, как бы, возможно на марафоне. Все, хорошего вам дня. На следующей неделе, понедельник, всегда пятница, по расписанию в 10 утра я вас жду на тренировке. Вторник, четверг будут эфиры. Обязательно будем что-то опять вкусненькое готовить, обязательно будем общаться с вами. Тема у нас на следующей неделе, как худеть, не считая калорий, как составить свою тарелку правильно. Увидимся, хороших вам выходных. До понедельника.